Неутешительная статистика. Каждый третий житель Брестской области имеет ту или иную болезнь системы кровообращения. Основные – артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца. Ежегодно брестские кардиохирурги проводят 250-300 операций на сердце. Ориентировочно мы выполняем одну операцию в день, потому что операции от 4 до 6 часов в среднем идут. Есть операции, которые более-менее по времени занимают. И мы сейчас в этом году силами администрации нашей больницы уже оперируем в две смены. Поэтому 7-8 операций в неделю мы стараемся сделать. Это ввиду того, что высока нуждаемость в операции, потому что лист ожидания растет. Если сравнивать с прошлым годом, смертность от болезни сердечно-сосудистой системы увеличилась на 2%. Мужчины умирают в три раза чаще, чем женщины. Исследования Всемирной организации здравоохранения, проведенные в прошлом году, белорусских кардиологов удивили. Они нас просто шокировали. Потому что говорить о том, что дальнейшее мы будем ожидать снижения заболеваемости, не представляется возможным. Просто коротко скажу о том, что порядка 50% лид злоупотребляют алкоголем. Порядка 30% курят. Порядка 25% имеют избыточную массу тела, когда уже развивается метаболический синдром. И это способствует развитию сахарного диабета, который, собственно, основной вклад вносит в патологию сердца и сосудов, в принципе, всего организма. Профилактика и снижение заболеваемости в задачах государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2016-2020 годы. Действуют областные и городские планы ее реализации. Например, проект «Здоровое сердце. Залог успеха» охватил десятки крупных предприятий Брещины. Обследовано свыше 186 тысяч человек. К слову, оказание кардиологической помощи в Бресте вскоре станет еще доступнее. Об этом и не только шла речь на пресс-конференции со специалистами в области кардиологии. Тысячелетие города идет по поручению президента строительство в целом такого в Зареченском районе комплекса медицинского, куда будет входить для города поликлиника взрослая, детская, стоматологическое отделение, стоматологическая поликлиника. И как стационар многопрофильный предложено, так как область мы, в том числе, единственная, которая не имеет уже много лет своего отдельного центра, разместить на этих площадях кардиологический диспансер, центр, название еще только рабочее. Болезни сердца – удел пожилых. Лишний вес на сердце не влияет. Это неполный список мифов, в которые до сих пор верят многие. Болезни сердца – это результат образа жизни. И на вопрос, что все-таки делать, чтобы сердце было здоровым, медики отвечают – все очень просто. Здоровый образ жизни, здоровое питание, контролирование после 40, контролирование уровня холестерина в крови. Профилактика, профилактика. Контролирование треальной гипертензии. Обращаться к кардиологам, чтобы это давление держать на достойном уровне.